Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас первый день лета. С вами я, Татьяна Салмановна Макту Сайфудин. Это моя программа, моя творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. И как раз в это самое время подъезжает инкассаторская машина Сбербанка. Такие вот дела. Сейчас я вам покажу. Смотрите, она подъехала. Инкассаторская машина Сбербанка подъехала. До заднего входа магазина. Там и другие магазинчики есть. Наверное, к Магниту или к другим магазинчикам. Татьяна Салмановна Макту Сайфудин. Татьяна Салмановна Макту Сайфудин. Продолжение следует... Ну что, мне сегодня задали такой вопрос, счастлива ли я? Я уже это видео загрузила, у меня был сегодня такой поздний ланч, мужчина сзапходит, какой-то такой штучкой. В общем, у меня сегодня был такой поздний ланч на моем балконе, на моем таком эксклюзивном балконе под Венецию. Ну, чтобы красиво сказать, правда? На моем эксклюзивном балконе под Венецию. Вот такие вот дела. Ну что, я уже представила, посмотрела на эту макасатушку машину, представила эту дымку, которая поднимается. Я не помню, как конкретно впитывал Джон Кехо. Я у него читала, что он ходил, будучи мало кому известным, почти никому неизвестным. Он жил в трехзвездочных отелях, когда начинал свои такие лекции, читать лекции. Ему, кстати, было неудобно, он писал, что ему очень было неудобно, что он живет, преподает такие лекции, как говорится, в общем, как мужчины уже уходят, как стать состоятельным. Он живет в трехзвездочном отеле. Так что, вот, я ходил в пятизвездочный, сидел на первом этаже, в лубе, их впитывал. Он, по-моему, конкретно не пишет, как он впитывал, он вот атмосферу, роскоши, наверное, представлял. А, он что, он представлял? Что он в один прекрасный день сможет останавливаться в таких шикарных, шикарных отелях, в пятизвездочных. Ну что, инкосудовская машина. Уже отъезжает, когда они быстренько, осторожней, там кошка бежит, там моя кошка бежит, мужчины, осторожней. С этой машиной, там киса. Когда они решили остановиться, там, ну, кто-то проезжает или что-то. Они, наверное, пропускали вот эту белую машину, пропускали. Так не вижу, куда они там выехали, ну, там такие деревья. Ну, в общем, они поехали, конечно, они поехали. Ох, и такая шикарная. Всем такая шикардосная, такая, просто такая шикарная. Ох, приняла, сегодня второй раз. Приняла душ, сегодня два раза мыла с поддушем. Ох, с этим кремом. Такой крем, крем мыла. Помылась поддушем. Сделала такой легкий майкап. Так немножко пить полос, легкий майкап. Оделась красиво для видеосъемочек. Так что вот, это я о чем? Ах, это да. Джон Кеха, я так понимаю, как только вспоминаю. Он просто вот пить. Ну, то есть он представлял, что в один прекрасный день он сможет останавливаться в таких шикарных отелях. И как он сказал, что я разбогател... А, это как Мухаммед Али, или как он там? Какой-то вот этот вот мужчина, который там... Ну, на это я не будем пример приводить. Просто в своей книге это приводил. Вот, он просто взял, взял, знаете, такую вот базу, базу. Как он сказал, Джон Кеха написал так, что я разбогател для вас. Так, чтобы с уверенностью выйти на сцену и сказать, что я миллионер. Вот, что я преподаю, я добился успеха, я преподаю. И мне можно верить, потому что я богат. И это система работы. Так что я разбогател для вас, чтобы нести эти знания. Такая очень интересная позиция. Ну, а уже у Натальи Борисовны Правдиной, дипломированного мастера фоншои, в общем, совершенно удивительная, удивительная, мне сказала, такая волшебная фея, которая, в общем, преподает уже 20 лет. Продала больше... Ее книги переведены на многие языки мира. И продано больше 20 миллионов экземпляров. Я так понимаю, что она тоже богатая очень женщина. Вот, в ее книге я читала, что вот эту дымку нужно представить, такую вот дымку. Это, боже, какая фиолетовая, или, знаете, такая лучезарная. Представить эту дымку и впитать, впитать ее в свою ауру. Чтобы расширить свою зону комфорта. Ну, зона комфорта – это баджеку кайм-сот. Вот, в моей книжке, можете прочитать, я там, как бы, взяла вот эту цитату, что писал Джек Кэнселл про эти рубашки. Я автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Если, может, кто-то впервые меня, как бы, смотрит мое видео, хочу еще раз вам показать. Вот, и Джек Кэнс вот про эти рубашки, про эти рубашки, как он стал покупать более дорогие, эти дорогие рубашки. И понял, что там эти рубашки намного лучше, знаете, там другое качество, там другое качество ткани. Эти рубашки совершенно другие. Он понял, что да, да, это дорого, это как бы для него. Сначала он купил помаду, несколько, а потом стал покупать такие вот эти дорогие, комфортные. Потому что, знаете, у меня было пальто. Когда я купила пальто, вот вам кажется, ну, черное пальто, просто черное, ну, черное пальто я, правда, его купила с большой скидкой в магазинчике «Маршалл» или «Джимакс» с большой скидкой. Вот так, оно, в принципе, такое дорогое. Ну, не супер-супер. Но качество, вы не представляете. Если взять просто вот обычную ткань или как-то вот эти огромные там выборные, например, черное пальто, там чуть выше колена, приталенное, то есть насколько там, не знаю, там лекалы или что там, ткань. Волшебная ткань. И вообще, знаете, вот эти вот рукава, знаете, вот эти рукава, это, знаете, такое пальто было, как пиджак. А оно такое достаточно зимнее было, с таким зимним воротником. Ну, как оно по фигуре, понимаете, вот что там, какие-то выточки, я не знаю, в чем секрет. И, знаете, это как-то искусство красоты, вот этого, искусство дизайна этой одежды. Оно было настолько красиво, оно было настолько, вот это вот, знаете, это совершенно, совершенно просто феерично сказочное. Счастливым обладателем этого пальто стал Василий Варианчубов. Я в этом пальто, между прочим, ездила в Лас-Вегас. Вот, вы можете видеть меня в этом пальто на фото, которое там выкладывал на мою страницу ВКонтакте, Тодиан Салман, на черепис Мактумсай, на черепис. Вот, я ездила в Лас-Вегас и делала там эти фотографии, в этом пальто. Вот, то есть оно совершенно, то есть тебе поставят разницу, понимаете, взять обычное какое-то более дорогое пальто и вот какое-то, я не знаю, феерическое, суперское. Как это делают? Ну, это искусство, понимаете, это одежда в ранге искусства. Вот, точно я не могу сказать, как это получается, вообще, как это, вот это, как это и что. Сейчас мне нужно подключить на зарядочку на компьютер. Вот, это я о чем? А, это о Джеки Кэнселде. Там у него было написано, что вот он стал расширять зону своего комфорта. Она, кстати, в этих рубашках. А мне посоветовал его учитель. Вот, сейчас возьму мою книжку, там вообще почитаю более-более конкретно. Вот, и в общем он стал расширять, расширять и вбогатить и в общем как там расширять свое сознание. То есть просто каждый автор, учитель, не знаю, там мотивация, психология богатства, позитивная психология, в общем личностный род. То есть как немножко по-своему. Каждый немножко по-своему как-то об этом говорит, это преподает. Вот, но если так это суммирует, если это суммирует. Ну, такие вот дела. Про Лас-Вегас я уже вам говорила, и вчера на моем видео упомянула по поводу вот этого, даже хотела, знаете, вот отель Завенишин. Мне очень понравился этот отель Завенишин, как Венеция в миниатюре, эти гондолы внутри, понимаете, внутри отеля. Так оформили, такие потолки расписные, как небо, вот, такие какие-то вот, прям, не знаю, где-то там какие-то штуки, прям как в церквях там, или что-то какое-то расписное, что-то такое, прям, ну, в общем, просто феерия, феерия. И когда входишь внутрь, там вот эти вот каналы, эти гондолы, то есть, ну, это такое впечатление было у меня, в общем, произвел этот отель. Просто сказочно-феерично, сказочно-феерично. Я сегодня по телефону подходила несколько, извините, какая-то такая была феерия. Звонков, знаете, это как-то деньги, когда к вам приходят большие деньги, как-то приходит сразу и много. Знаете, они как-то вот это вот, а тут звонки. То как-то особо не звонят, а знаете, а тут сразу по телефону бывает, смотрю, а еще один звонок, еще как-то, знаете, всем сразу как-то надо. Вот. Поднимала я трубку несколько раз, но разговаривала, а я сегодня, ну, что там, разговаривала три раза. Три раза я с ним по телефону разговаривала. Ну, по поводу Игоря мы не берем, по поводу Игоря вы слышали, да, я же вам включила громкую-громкую связь, вот, но этот звонок, про который я говорю, вы не слышали. Вы не слышали бы он во второй половине дня, ну, так что вот. Ну, уж поверьте. Хотя она Салмановна собирается ехать в Америку. Я хотела вам сказать, понимаете, это мой такой образ такой, знаете, как мисс вселенная, просто то, что я сегодня слышала по телефону, это не к этому образу. Это я скажу шепотом на ушко этому, как там, владельцу этого отеля. Когда я его увижу, я вам скажу шепотом на ушко. Но это будет наш с ним секрет. Потому что я такая, она такая вся, всякая звезда феерическая. Я вам расскажу, вы знаете, мистер, вот 1 июня 2021 года. Татьяна Салмановна Мактум Саэ Кудзин, а это я, если вы меня еще не знаете, услышала такую фразу. Это был личный, семейный разговор. Татьяна Салмановна и хочет слышать таких фраз. Внутри своей семьи. А еще Татьяна Салмановна Мактум Саэ Кудзин, будучи еще Александровой Татьяной Юрьевной. Парковка была. Я была замужем. Как вы сегодня, может быть, слышали, знаете, кто, в общем, сегодня я рассказывала. Вот и говорю, я была замужем за Пей Максимом Данский. Четыре года. Помимо квартиры мы еще парковку приобрели. В общем, эту парковку я продавала в конце 16-го года в наличные деньги. Я как-то немножко так это суммирую, понимаете, как-то суммирую вот это. Надо будет еще подумать. Я думаю, как-то красиво, обогает красиво сказать, потому что, если это как-то, понимаете, я думаю, как это сказать, это феерически вот это. Феерически. Я на каких-то видео там уже говорила. На каких-то видео вы же там эти смотрите. У меня такое, знаете, сколько там я там насчитала вам на одном канале у меня 3000, не сколько там написало, 95 видео и 3200 с чем-то видео. На каждом видео я. Я же на одном из этих видео вам там говорю. Так что вот. Да, 3 минуты. 3 минуты игорного бизнеса. А, не знаю, может быть, они сильные, конечно. Такие будут. 3 минуты игорного бизнеса и отель. Короче, все, как-то уходят. Бинго. Короче, бинго. Ну да. Может быть, они, конечно, и 5 минут подержат. Может быть, они такие сильные. В общем, как-то вот это. А хочется феерии, хочется праздника. У меня это, знаете, вот это вот. Просто менять там. Я вам скажу, что у меня такие идеи, что там нужно очень многое менять. Стелла Салмана сделает там такую феерию. Она там очень много чего поменяет. Это будет просто, просто будет сказка. Я же сделала 4 этажа вот этот ирлинг. Просто вот это вот. Там будет цвет фуксистости. Прям вот эти этажи, понимаете. Прям вот цвет фуксистости. Вот. И Диснейленд. Там будет частный. У Стелла Салмана там будет частный Диснейленд. Так что это частный Диснейленд. Вместе горного бизнеса. Вот такие вот дела. О чем это я? А, о чем? А, нет, знаете, вот облака. Облака, уже днем были такие облака, еще хорошо позагорало. Вообще такое небо, небо чистое, небо чистое. И самое главное вот это вот насладиться собой, природой, погодой, свежим воздухом. Погодка уже теплеет уже. В Санкт-Петербурге такое лето, лето чувствуется. Плюс и семена. Плюс и семена. Такой очень приятный воздух. Очень приятный воздух. Просто воздух. Ну, сейчас я вам покажу мою сумочку. Что мы сейчас это? Мою книжку почитаем. Что там Джен Кейлфелд по поводу, по поводу зоны, зоны комфорта. А, нужно поставить мне на зарядочку. Ну, сейчас на зарядочку. У меня такая сумочка. А, знаете, что это там? Смотрите, я как-то подвинула. Вам там видно? Вы должны видеть, вы здесь видите, он там увидите? Или вам поближе его подвинует? Смотрите, он заняла. Ну, давайте мы поближе подвинуем. Вам там видно? Или как-то подальше вам? Как там у меня это входит? А в специале даже это подвинуло. Или это здесь, в гараж. Ах, так сегодня с такой сумочкой. С двумя этими сумочками. Ну, ах, такая феерическая звезда. Ну, что, здесь я сейчас отключу эту штучку. Зарядочку. Сейчас зарядочку сюда. Компьютер на зарядочку. Компьютер на зарядку. being in green section. Слышишь? Продолжение следует. Продолжение следует. Всё thrive. Компьютер на зарядку. Если ум Balkan, الج配 для agriculture. Тем не, сюда у них там nein. С tolerances волос 것 cuultural далее. Тем не удается. ります. Продолжение следует... 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 На сумочку что-то нужно показать, что у меня в сумочке. Татьяна Салмановна себе дает рекламу. Реклама студии, в моей творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны в Макту, в Сайфуде. Такую рекламу дает. Рекламировать нужно себя в интернете, очень хорошо рекламировать. Ну да, я просто решила, если я еще раз услышу такое, еще раз по телефону, то есть уже пойдет о двух отелях. Второй мне понравился, вот этот вот отель, типа там Париж-Париж, да, вот этот вот, Париж-Париж, а это как Эфелева башня. То есть сразу пойдет о двух отелях, так что это забывать нельзя. Ну хорошо, давайте к этой волшебной сумочке. Смотрите, какая сумочка, какая прям, это как трансформер. А у меня таких несколько сумочек. Ах, я так купила, такая при деньгах. Такая при деньгах. Купила столько себе эксклюзивов в 2016-17 году. Ставила коллекцию новой одежды. Ну что, сегодня у меня две книжечки. Вы с ними уже знакомы. Библия счастья и формула денег. Библия счастья и формула денег. Что, сейчас поищем этого Джека Кэнселла в моей книжке. Я автор книги. Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания. Так что, вот, если что-то такое, я уже думала, в общем, правда, вот если что, сразу буду нажимать на стоп, а потом заново. Буду потом заново сделать видеозапись. Где тут зона комфорта? Давайте посмотрим по оглавлению. А, вот, смотрите, 14-я глава. 131-я страница. 131-я страница. Сейчас все прочитаем. Ничего не почитать, все почитаем. Повышаем качество и комфорт в жизни. Ох, расширяем. Где дорогие кафе? Надо еще раз подбудить. Это как раз, как раз. К этому волшебству. Ах, это волшебство. А как ты так раздеть, детки. Как ты мне так, в этих видео, как ты так улыбалась. Какая всякая была в этих потоках любви. В этих потоках любви. Понимаете, мужчина, мне для потоков любви ваши еще отели. Понимаете, я хочу тогда, понимаете, меня вдохновляют в деньги. Понимаете, чувствую себя богатой. Уже миллионершей, миллиардершей. Мне нравятся ваши отели. Так что, вот, я ими восхищаюсь. Чтобы мне вот так вот быть такой вот этой манкой, сказочной, такой вот волшебной и вкусной, я должна быть супербогатой. Иначе, ну, вы там посмотрите другое видео. Ну, вот это вот, которое видео я сегодня засняла, там, в самом конце, там, в общем, как-то чего-то вот это. Я сама как-то засняла, потом, в общем, потому что, ну, как, в общем, настроение, должно быть настроение. Мужчина, ну, какое настроение? Здесь нужно, понимаете, нужно вот эти вот наряды, макияж, вы понимаете, все же это стоит. Датьяне Салмановне, у меня в следующем году будет юбилей. Мужчина, 50 лет, представляете, это 50 лет, юбилей. Ну, эти ж наряды, хочет это, я люблю красоту, хочу жать тебя красивыми вещами. В общем, вот это вот шокардос, люблю черную, красную, лобстеры, лангусты, лобстеры, понимаете, вот эти вот, в общем, креветки, салмон, фрукты, клубнику со сливками, ананасы, шампанское, ну, без шампанского. Кофе-лотте, эти тирамису, ах, эти писташки, органика, эти салаты, органика, бананы, органика, и все такое супер-супер органика. А все это стоит. Я хочу иметь парк этих машин, понимаете, чтобы эта машина, этот Хаммер, понимаете, вот был такого цвета, гармонировал с моим вот этим, как это называется, как это называется, правильно как это называется, в общем, это. Вот этот цвет, знаете, он такой черный золото, такой черный золото. Ну да, вот выезжать, понимаете, мою прогулку, чтобы вот это гармонировало, или под цвет моих сапог, мне очень мои сапоги нравятся, как и президентский мужчина. Чтобы вот цвет Хаммера гармонировал, вот это, понимаете, чтобы оно было вот такое, а вот эти штучки были не серебряные, а золотые, как у меня на зеркале. Так что вот. Я такая, такая вся, такая вот, понимаете, себя вот так вот украсить, и вот наслаждаться, и мебель, и все, и одежда, это все стоит денег. И Хаммер так покрасить под цвет моих нарядов, как в каком, на каком цветах Хаммере хочу сегодня поехать. Вот. Поехали, как этот мужчина, как-то, вот этот Дубай, нет, он не из Дубая, он там вот это вот, машину, которого там скучают, у меня бы не скучали эти машины. У меня там иногда скучали, у меня целый парк этих скучающих машин, я смотрела. Ну да, в общем, паркомфорт, понимаете, это дорогие рестораны, частный самолет, я вообще такое золото люблю, понимаете, такое золото, это потаить, а это все стоит денег. Я этим вдохновляюсь, ну, плюс, очень красиво себя заснимать, вот, и наслаждаться, я могу, знаете, вот это вот, часами этим наслаждаться, то есть, как это украшать, потом вот это вот заснимать, потом-то просматривать, загружать, и вообще вот это ходить по дому, там, знаете, или по эллингу, потом, вот, четыре этажа, наслаждаться, вот это вот. А еще кошек мне нужно искать, у меня, в общем, кошки пропали, кстати, две кошки пропало, ну да, две кошки, один кот. Ну да, как вы хотели, ну как вы хотели. Ну, где тут джек канцелл, давайте уже к этому джеку канцеллду. Ну вот здесь у меня зона комфорта. Деньги чувствительные, ох, да. Деньги чувствительные, ох, да. Здесь, а где пишут? Здесь об этом, а Георг Пятый, Георг Пятый, Тотель-то. Ну да, смотрите, страница, моя книга, 136. Когда я впервые приехала в Лос-Анджелес в 1981 году, пишет Джек Кэнфилл, всемирно известный автор и лектор. Мой босс повел меня в высококлассный магазин мужской одежды в Вестбурге. Прежде максимум, что я платил за белую рубашку в пещерном костюме, это 35 долларов. В Нонстроме, известный магазин в Америке, примечание автора, мое примечание. Здесь же самая дешевая рубашка, стоила 95 долларов. Он покупал в рубашке по 35 долларов мужчины, а тут рубашка за 95. Я был ошеломлен и покрылся холодным потом. А, еще, знаете, я хочу вот эти вот лабутены или как там с этим, с бриллиантами. Смотрите, сколько мне нужно денег, мужчина, смотрите, лабутены с бриллиантами, чтобы они гармонировали. Ну, понимаете, вот эти вот клипсы, знаете, мне вот эти ожерелья надо, потом вот эти вот клипсы, такой в бриллиантах. И на каждый, понимаете, на каждый палец, знаете, все в бриллиантах. И эти вот лабутены с бриллиантами, чтобы я вышла. Понимаете, как я на этих видео говорю, как там называется. Вот эти вот эти вот, ну да. Ну что, к этим рубашкам. Он был ошеломлен и покрылся холодным потом. И если босс в тот день купил много вещей, то я смог позволить себе лишь одну рубашку от итальянского модельера за 95 долларов. Меня занесло так далеко, за пределы зонок моего комфорта, что я едва дышал. На следующей неделе, облачившись в эту рубашку, я был поражен тем, насколько лучше она сидит и выглядит, и насколько лучше выгляжу в ней я. Вот. Через две недели, надев ее еще всего два раза, я поистине влюбился в нее. Нет, я это говорю, вы знаете, вот эти, я вот привыкла в Америке, вот эти вот постельное белье, я его называю с пикселями, как ты говорил, ты смотри, чтобы вот это вот был котон вот такой вот. Я раньше как-то вот не обращала, когда я приехала в Америку, вот какой там котон, какие пикселя, понимаете, здесь что-нибудь такое купил и ладно, и хорошо. Апери говорит, что вот у него вот кожа, чтобы этими кожей, этими пикселями, я стала обращать внимание. И прям вот эта ткань, она настолько мягкая, понимаете, это вот как бы обычному, да, обычные люди, они как-то, знаете, как-то не обращают на это внимание. Да, и эти рубашки, понимаете, все-таки вот эта вот элитная, понимаете, вот эта элитная одежда. Так, хорошо, вот он влюбился в эту рубашку. В течение месяца я купил еще одну, а в течение года вообще заменил все свои прежние рубашки. Вот. Мужчины, я тоже хочу, понимаете, вот, я влюбилась в эти лабутены с этими, я тоже хочу вот, понимаете, вот эти вот, купить себе бриллианты, понимаете, на каждый палец по бриллиантам, вот этому кольцу. Здесь тоже, видите, клипсы, понимаете, эти ожерельцы с бриллиантами, сумки с бриллиантами и эти лабутены. Я тоже с бриллиантами. Ну, хорошо, я приду, понимаете, в этом платье, в этих лабутенах, как они называются, с бриллиантами. Приеду к вам на неделю, в этот Лас-Вегас. Я же не могу в этих одних вот этих лабутенах ходить каждый день, как я там ходила, когда вот приезжала, в одной обуви на каблуке. Вот, вы поняли, да, мне нужна на каждый день новая пара в ДТО. Да? Мне уже предлагали, что там деньги вложить в эти поиски. В столбостка Аравии, а, в какие-то, что там, бриллианты без золота, что там они делают? Золота без бриллиантов, это вообще мое. Знаете, вот эти, что там было, то ли бриллианты, нет, там было золото. Я очень люблю золото, да, они там добывают золото, а я люблю все вот это золотить. Вот это вот золотить я очень-то люблю. А, в общем, заменил он все эти рубашки в течение чего-то, а в четыре месяца. Постепенно, хоть и медленно, изменилась и моя зона комфорта, потому что я привык пользоваться вещами лучшего качества. Пусть и более дорогими. Пусть и более дорогими. Вот. Кто-то может посмотреть, скажет, она, наверное, к этим мужчинам пристает. Да, Татьяна Салмана к ним не пристает. Не пристает. Вы спросите, знаете, у этого Фина Яри. Яри. Знаете, вот он как-то, ну, потом вот это там, вот это, а потом его на дискотеку. Ну, вы поняли, так? Я же уже рассказывала. Ну, спросите там у этого Яри. Так что сел, то он, наверное, к ним не пристает. Нет. Это чистый вот этот вот, как там вот называется. Что у меня тут дальше? Дальше идут. О, что такое у нас? Прекратите там кашлять. Прекратите там вообще вот это. Как слышим? Представляете, это вот там по дороге ходят. Что это там такое? Вот это вот. А у меня же видео, смотрите, будет видео съемка. Я тоже посмотрела на прошлое. Все, что там вот по дороге делается, все это у меня отражается на моем вот этом, на видео съемке. Это вот по дороге. Представляете, по дороге там вот это ходят какие-то вот эти посторонние дотянуки. В общем, ладно, смотрите. 138 страниц, не будем отвлекаться. Приучайте ощущать себя людьми высшего класса. В Америке есть организация, которая занимается обучением желающих стать миллионерами. Так вот. Вообще вот это вот мое, знаете, вот это вот, эти шикарные, знаете, вот это шикарно, как-то вот эти вот, какие-то вот эти бизнес, вот эти бизнес, бизнес, вот это вот. Так вот, дорогие, так вот, дорогие мои, все свои тренинги она проводит в самых роскошных и дорогих отелях, таких как Рискартелл и Хилтон. И делает это отнюдь не случайно, а для того, чтобы приучить участников ощущать себя людьми высшего класса. Вот. Это книги какую-то вычитаю. Так что вот. Таким образом, это, по-моему, у Джека Кэнселла я и прочитала. Таким образом, предполагается расширить уровень комфорта участников, изменив их внутреннее представление о самих себе. Вот. Обычно такой семинар завершается званым ужином, на котором все присутствующие обязательно должны быть в вечерних нарядках и костюмах. И это также делается все по той же причине, так как многие из участников семинаров впервые участвуют на подобном ужине в шикарной вечерней одежде. Это как, знаете, я очень много раз была в Гранд-отеле Европы, мне тоже очень нравится. В Гранд-отеле Европы я там много раз была. И, знаете, когда я там была в разных этих ресторанах, правда, не была там наверху в этом ресторане, а вообще, конечно, я у них тоже всегда, вот, знаете, когда вот такая шикарная обстановка, знаете, тоже как дома. Я вот чувствую себя как дома, понимаете, вот так вот. Прям шикарная, понимаете, когда идешь, шикарная, там шикарная, мне так очень нравится, в общем, как-то вот это вот. С другими отелями как бы и не сравнить. Ну, что там есть этот, как там, как называется, САС, как не САС, как там, Рэдисон, Рэдисон, на Невском, Рэдисон, ну да. Ну, да. В общем, ладно, очень ладно. Настраивайте себя, что все самое лучшее в театрах, самолетах и ресторанах ваше. Скажите себе, что вы с сегодняшнего дня VIP-персона. VIP-персона. Все лучшее, что может предложить этот мир для вас. И так оно и будет. Ну да, я вообще на самом деле вот какой-нибудь, знаете, такой семинар, где это вот расширение комфорта, в этих комфортных условиях. И такая вся такая, прям вот это вот шикардозная. Вот это вот мое. Раньше я на свадьбу хотела. Думаю, там или свадьбы, или там где регистрация, брак, меня как-то привлекало. А потом стала привлекать вот такое все шикардозное. Потому что, знаете, я уже поняла, что многие, как бы, знаете, вот стесняются и не могут. Это отдельная тема. Это не суда. В общем, ладно, об этом мы не будем. Мы вообще об этом такой вот. А денежный магнит. Я магнит для денег. Жизнь полна изобилия. Здесь и сейчас, и всегда. Где бы вы ни находились, к нему нужно только подключиться. Сен-Жер-Мэн. Действительно ли я могу стать денежным магнитом? Безусловно, можно. Так, это следующий уже, 139-й. Мне немножко, знаете, сквозняк. Мне нужно на кухне, на Гранд Штранте закрыть окно. У меня там немножко сквозняк. Понимаете? Или мне немножко немножко утеплиться. Или там закрыть. Вот я там схожу, закрою окно, чтобы сквозняка не было. Мы с вами продолжим. Продолжим. Ну да, обычные люди, если у них, знаете, как-то если денег не ожидается, денег нету. А что Татьяна Салмановна может? Я-то вот сколько там, в 5 озер там. Могу там и с дорогими чаями поинтересоваться. Я даже, знаете, если меня так вот свозить куда-нибудь там в этот вот, как там называется, куда-нибудь там в этот салон машины, я могу поинтересоваться дорогими машинами и приехать. Ну, как бы, и вообще там, знаете, будет там сколько-то там тысячи рублей в кошельке. Вот. А я у них поинтересуюсь. Там вот это вот. Или какие-нибудь, ну, что меня интересуют там, хамеры, мне еще чего-нибудь могу поинтересоваться. Ну, так что вот. А уж антикварные магазины, понимаете? Если антикварные магазины, я увижу эти золотые эти штучки, там какие-то зеркала. А, у меня же, знаете, я коллекционер. У меня же коллекция зеркал, картины, вообще-то мебель, мебеля. Смотрите, в каком-то адекватном магазине, если увидишь что-нибудь такое, я тоже начну интересоваться. А вот это, а вот то, скажите мне. И с таким вот этим, с таким, так вкусно буду об этом говорить. И эти все люди думают, что я сейчас прямо это все буду покупать. Я там один раз вот так вот была, мужчина мне даже потом услышала, как я это говорю, и предложила сразу купить дом за несколько миллионов, там, миллионов вообще какие-то. Я вообще просто была удивлена. Я просто люблю, знаете, я люблю вот это потали, вообще-таки золотые какие-то вот эти вещи, мне нравится, могу поинтересоваться. А когда я интересуюсь, у меня такое вот это вот, я так этим восхищаюсь, и я правда, мне это так нравится, я уже думаю, что, ну, возможно, я это куплю, и как-то я к этому так расположена. А протопцы, вообще люди, которые служат, они думают, что я уж, знаете, так богата, и если не сегодня куплю, то завтра. Мне просто об этом так вкусно, у меня просто страсти. Так что вот. Просто у меня такой страсти, например, к какой-нибудь фигне, вот смешинь такой дорогой, но он мне не очень нравится. У меня такой страсти к какой-нибудь фигне нету. Вот. Я не могу так вот рассказывать, если мне это не очень нравится. А вот какие-то такие вот, или, знаете, вот эти вот буфеты, или золотые, вот эти штучки, или какое-то что-то мне такое понравится. Я могу так поинтересоваться, вкусно. Вот. Потому что мне действительно это понравилось. Я как-то вот считаю, что мне это очень понравилось. И когда-то я подумала, или мне как-то само это нужно сделать, в общем, как-то, ну, запоталить или еще что-то, или какой-то вот этот образ. Поскольку, ну, как-то богатеть надо. Только мы с вами изучаем этих великих, богатых. Дженка Кэнселда, как говорится, Тони Робинса, Наталью Правдину, этого, как там, Джона Кеха. Мы с вами изучаем. Все, сейчас я там закрою. Сейчас. Сейчас я приду. Я прикрою сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, я уж такая иду, такая аркасмическая звезда. А вообще, так, сумочка, там я прикрыла. Вообще, когда я еще училась на юрфаке, я помню, в столовой однажды увидела Собчака, Анатолия Собчака. Он тогда уже был, знаете, вот этим известным, известным таким. Меня, знаете, удивило мое такое вот это вот внутреннее ощущение. У меня не было к нему какого-то вот такого, знаете, что какое-то вот, ну, вы понимаете, да, если вы видите какую-то... Хотя, знаете, вот когда я увидела Эдиту Пьеху, она меня, кажется, удивила, знаете, вот эта Эдита Пьеха, я подумала, она же вот эта Эдита Пьеха, это же просто, как говорит, просто легенда. Я как-то вот к Собчаку отнеслась спокойно, меня так удивило, это когда еще, знаете, в этом спроведении работала, студентка была студенткой, только практикантка была. Я потом вот думала, это очень интересно. Такая интересная тема, потом ее с вами так это разобьем. Это, знаете, это связано, я уже потом поняла, когда я стала заниматься позитивным мышлением и энергетикой. Знаете, вот эти люди, которые при власти, при богатстве, при каких-то регалиях, в принципе, люди, когда их видят, они к ним, знаете, к ним очень так это относятся, и те чувствуют. Те на подсознательном уровне считывают, кто как к ним относится. Кто к ним, например, относится как бы на разных, вне зависимости. То есть, и как-то вот это вот, знаете, вот, это очень интересно, очень интересный, очень интересный такой вообще, такая тема очень интересная. И что дает такую уверенность, понимаете, а те вот чувствуют, вне зависимости, в принципе, ну так, если ты так нормально одет, но не супер-супер, даже, знаете, ты там нету недорогого, то есть видно, что ты там не супер, и видно, что ты там не богат, вот, но вот это вот какое-то вот это вот отношение. Это очень интересно. Такое, знаете, такое внутреннее состояние. Я просто вспоминаю, я его редко видела, знаете, вот Дмитрия Медведева, Дмитрия Анатольевича Медведева. Я просто вспоминаю его по Зурфаку. Я видела его всего несколько раз, но уже годы-годы прошли, честно говоря, я же там многих, с кем я, понимаете, я же работала машинисткой, уже знали правоведение. Знакомы там с Юрием Кирилловичем Толстым, я уже там уже говорила вам, там другие видео, смотрите. И с Антоном Александровичем Ивановым, и там многим преподавателям, понимаете, и с Кропачевым. Вот, и в общем, на самом деле, вот годы-годы, я вот так иногда вот думаю, вот в нём, вот в нём, в Дмитрии Медведеве было что-то такое. Он, в принципе, не зря стал, вот, был, знаете, вот этим президентом Российской Федерации. Он ещё тогда, будучи, будучи кандидатом, он преподавал, понимаете, он преподавал там, где семинары, как-то в этих группах семинаров вёл. И в нём вот это было что-то такое с этим моего портфельчиком. Вот, это вот, это вот точно. Вот самолёт опять летит, я надеюсь, вы там, ну, только не надо снижать, Татьяна Салмановна опять за вас волнуется, опять летит самолёт. Вот этому, по этому курсу, по этому курсу опять к лесу. Или там аэропорт построили. Я надеюсь, он просто летит, он не идёт на снижение. Опять там, ну, там уже летел самолёт, и шёл он куда-то там на снижение, куда-то там снижаться. Будем надеяться, что он просто ушёл с горизонта, потому что он тоже куда-то там, вот это вот, куда-то он ушёл с горизонта. Будем надеяться, что просто задом он там зашёл, в общем, как-то вот это. Опять по тому курсу, к лесу, в общем, самолёт. Это я о чём? Это я о чём? Это я вот, я вспоминаю его, знаете, что-то в нём, знаете, вот внутреннее. Вот какая-то вот эта внутренняя уверенность, вот это вот, понимаете, знаете, как там, эти люди, которые разбираются, знаете, как там вот это вот, как называется, язык тела. Язык тела и вот внутренний что-то такое чувствует. Это уж, я уж потом, знаете, вот так вот прикинула, думаю, нас же пару раз его увидела, и вот ни в ком, ни в ком, понимаете, такого вот не было, как в нём. Удивительно, просто удивительно. Так что вот. Счастливый, прозревший красоту мира. Это 85-я страница. Счастливый, пребывающий к гармонии. Вселенная – это огромная гармония. Всё точно соответствует всему. Это огромное чудо, такое огромное, безмерное, безграничное. Всё находится в таком соответствии со всем, абсолютно, за исключением человека. Человек – это единственная белая ворона существования. И причина этого заключается в том, что человеку был дан огромный дар, дар сознания. Всё другое пребывает в гармоничном соответствии. Это просто, естественно, быть в соответствии со Вселенной. Человек должен решить, быть ли ему в соответствии и в согласии с миром или не быть. И человек обладает свободой выбора. Это огромный дар, но он может быть неправильно употреблён. И миллионы людей неправильно употребили его. Они избрали несоответствие с существованием. Они избрали конфликт с существованием, борьбу с существованием. Конечно, они страдают, вы не можете бороться с целым. Целое настолько огромное, оно так велико. Это подобно волне, которая борется с океаном. Это просто глупо. Это высшая глупость, но именно это решили сделать многие. Эго – это просто волна, которая борется с океаном, пытаясь завоевать Вселенную. Я вот тоже удивляюсь. Если вы читали мой Love Journal, в котором я там много что написала, вы же читали. Хочу ещё, знаете, есть такие просто какие-то жемчужины, жемчужины я нашла. Это вот книжечки «Библия счастья», «Санлайк» в моей библиотеке. В общем, хочу метафорично теперь сказать, что, знаете, непрямым, потому что я уже там говорила. Мужчина, «Ой, неужели он мне машет?» «Мужчина, ох, мужчина. Мужчина, только не думайте, что я с вами плюстлю. А, мужчина, а, как вы мне нравитесь, мужчина, он вам вдохновляет». Только не вздумайте подходит к балкону. Интересно, это они мне махают или, я не знаю, машут, или как это сказать? Он как-то такой, а может быть, это не мне, может быть, это я впечатлилась. Такие восточные, такие симпатичные восточные мужчины. Мужчина, если вы меня смотрите, даже не думайте в том, что я с вами как-то плюстую, понимаете? Мне нужно чуть-чуть, знаете, вдохноветься. Ну, вы такие просто вот такие, просто вот такие вот, ну да. Интересно, он мне помахал или нет? Мужчина, давай мне помахали. Мужчина, только даже не вздумайте. Мужчина, мужчина, это у меня, у меня, у меня, да? О, мужчина, да. Ой, ну да, мужчина, смотрите, мужчина, смотрите, мужчина. Мужчина, он мне помахал, какая прелесть, какая прелесть. Вот знаете, он меня смотрит. Мужчина, только вы не принимаете за себя на личный счет. Это знаете, как вот этому, как в Америке, я уже рассказывала, рассказывала. правительство вас потерялся вот это где там это было мужчина вы не думайте что я просто вдохновиться на такие восточные мужчины я вообще люблю восточных мужчин просто понимаете там как не сказать то вот это вот как в америке знаете тут энергия любви по вот этому как его по тони роббинс она бывает разная как и там на этом хаммере есть такая вся вот это вот но там посмотрите мое видео так что ничего личного потом я вас близко не вижу а хотим восточные мужчины а знаете там они они втроем а еще такая машина там есть мне такая такая на чёрной машине как сейчас подъедут мужчины даже не вдумайте так что я сама скажу это не вам не вам она махала это просто там самолету там он куда-то там не знаю там куда-то он приземлился еще машина есть они могут еще и подъехать так что лучше с ними конечно не это не шалить знаете такой вот эти вот такой мужчина на такой вообще машине такой восточный это третий который был на этом мерседесе мужчина куда вы поехали мужчина может вы сюда подъедете нет я даже не знаю может это подъедет интересно интересно это он мне или нет интересно это он мне машин слушать а смотрите это он давайте вам его покажу смотрите мужчина он наверно хочет чтобы эти 570 машин он хочет быть знаменитым эти мужчины а какой у него чистый черный мерседес ах тут восточный мужчина вот там поехал 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 получается что мне машин ах как я люблю восточных мужчин я надеюсь он не вернется сюда сейчас она татьяна салмана прорекламирует третий этаж мужчина татьяна салмана мне знаете вот это вот 40 48 минус 30 получается 18 в общем как то вот это вообще я уж говорила лучше с этими восточными зиме лучше руками не махать лучше конечно не махать я просто эти вели предка ну редко тут понимаете как сижу видео заснимаю вот честно говоря вот это вот здесь знаете вычислить можно знаете с какой я вот этого потом знаете вот это ой даже не будем не будем а грустно не будем как-то мы поняли там такая машина в этих еще такого курсу уходит от маха в общем ладно дайте не буду это же страницу потерял мужчина представляете читала какой-то какой-то 95 на какой странице я читала кто-то вдохновиться я понимаете одно дело вдохновляю понимать как-то буду помахать и потом с таким вот этим думал чтобы он это как проехал и куда-то там вот уехал ну как бы потому что я ж не собираюсь не выполнила там даже не знаю я так просто как-то как-то называется мужчина я надеюсь вы не знаете этого кто владеетец темнотырем да я там все рекламирую винишем там вы не вы их не знаете значит ничем вот это 35 страница в общем все отвлеклась в общем я такая отвлеклась а сама думаю знаете такая понимаете знаете в чем фишка хотел сама скажет знаете в чем фишка когда он мне помахал рукой было так удивлен а я даже удивилась что он мне машет потом они втроем 3 а потом подойдет на черном на черной машине сюда выехал я была удивлена он тоже стал махать рукой я его засняла но сама понимаете я думала не с тем и пойти не как сказать там помахала помахать рукой я думала не то что их привлечь с ним как-то познакомиться и что-то там у них спросить а наоборот у меня была такая мысль чтобы они как говорят тут они уже зашли чтобы они проехали мимо ну вы поняли да это просто очень удивительно она помахала рукой ничего не имея в виду ну да я знаете еще подумала знаете честно говоря вот в чем фишка я же понимаете когда я вот так вот помахала рукой особенно вот я конечно восхитилась его и машины мне очень понравился такой посетилась как он выглядит но сама подумала подумала это нужно быть вообще аккуратным для самому чтобы он проехал мимо не дай бог что он как-то в дальнейшем третий этаж и честно говоря я с таким вот этим подумала что как-то нужно чтобы они в общем это просто удивительно вы поняли да мне тоже не чтобы как-то с ним познакомиться и как-то сюда привлечь а наоборот это ж не знаю как это вам дышали сказать они все уже зашли тот вошел туда вот значит куда-то там пошел к этому другую вот эту дверь ну к этим магазинам или к чему а этот туда поехал надо что-то ему сказать будут смотреть а мужчина знаете что я сама она ничего не имела ввиду просто я вам просто помахал рукой я была очень рада что вы смотрите а раз вы понимаете что вы меня увидели вы же не просто меня на балконе увидели правда вы смотрите мой life-journal мама вам и канала youtube а татьяна салману мактон сайт будем на русском на английском языке и огромное количество видео а потом татьяна салману мактон стоит путинка я замужем так что вот такие вот дела так что вопрос исчерпан исчерпан как и на других видео я говорила еще знаете контуристу считаете каким-то феном финном шведом американцам еще можно как-то с ними а вот честно говоря но других у нас есть как-то особо нет а вот этим к этим восточным им конечно лучше руками особо особо честно время махать я это вам не советую махать им руками вот это мой такой вот этот совет в общем ладно давайте все очень это к чему я тут прочитала счастливая восхваляющая жизнь давайте ближе к мишкам ближе к мишкам так это я уже прочитала я хотела эту мысль мысль стала вот образно и вот не конкретно а образно вот образно вот она образно сюда это была эта фраза я уже как бы значит так теперь опять что читать надо нет это не то это что-то не тонн счастливая свободная счастливая созерцающую все в общем счастливая возлюбившие себя видя мужчины вы меня сбили смысле ну ладно не то что-то другое ваша чувствительность позволяет вам осознать огромную красоту которая окружает вас великую тайну которая непостижима которая не имеет ни начала ни конца чувство того что мы часть этой великой тайны создает великую радость вот-вот-вот этот момент концентрируемся все сама на все концентрируемся вот ваша вот это вот великую тайну которая непостижима который не имеет ни начала ни конца вот вот эта фраза я знаете об этом пишу на моем life журнале а это очень есть очень поэтично написано а они вот в чем решили понимаете вот с этой поэзии понимаете с этой поэзии вид с великой тайны которая непостижима который не имеет ни начала ни конца они решили с ней сразиться так что вот вот этой великой тайны это великой тайны вот вот что хотела сказать чувство того что мы часть этой великой тайны создает великую радость понимаете мы являемся частью вот как-то вот надо сказать поэтически и позитиве как пен ropes вот чувство того что мы часть этой великой тайны создает великую радость понимаете это огромная великая тайна который не имеет ни начала ни конца а мы часть этой тайны понимаете а вот эта часть вот это вот понимаете часть Она не может никак вообще каким-то образом вообще повлиять на вот это вот то, что не имеет ни начала, ни конца. Вот что я хотела сказать. А они почему-то как-то решили, что в общем... Восхваление – это молитва, а блаженство – это аромат. Ну что, тут еще у нас подъезжают эти свежие фрукты. Ну куда же мы поехали? С грядки на полку со скоростью свежести. А, хотя да, сейчас будут вот этих вот овощей. Ну да, сейчас будут вот этих овощей свежих органик, сейчас будут разгружать. Так, не надо, сейчас я уже, я мысль, у меня же уже мысль пошла от этого, да, я тут отвлеклась. Все, мысль ушла. Поэтическая, поэтическая. Нет, не поэтическая, а вот в тему. Была в тему, я отвлеклась на эти свежие какие-то вот эти вот. Ну ладно. Ну сейчас. А, вот что я хотела сказать, знаете, я хотела это отдельно такой строкой сказать. Дорогие друзья, в общем, и в общем точно вот нужно найти что-то, и что вот действительно и правда помогло мне изменить так кардинально мою жизнь в 2003 году. Нужно найти, понимаете, найти эти тайны, найти вообще вот именно что смогло кардинально изменить мою жизнь в лучшую сторону и очень кардинально в 2003 году. Вернее, конечно, это совокупность, понимаете. Это книжка Джона Кеха, это карта сокровищ, это книжка Натальи Борисовны Правдиной. Я привлекаю деньги или там в 2004 году у меня была, скажем, знаете, в сумочке у меня была постоянно моя была настольная книжка, мы с вами будем ее изучать. Богатство в моих руках, просто шикардовная книжка, богатство, или эта книжка изменила богатство в моих руках, или это совокупность плюс, понимаете, буклет Сергея Сергеевича Коновалова. Я же посещала очень много лет сеансы Сергея Сергеевича Коновалова. Это энергия сотворения, понимаете, вот энергия сотворения. Знаете, как говорил Сергей Сергеевич Коновалов, вот эту водичку, которую мы заряжали на этих сеансах, он говорил, что держите обязательно, особенно такие маленькие бутылочки надо было приносить для кожи. Вот, и он говорил, как, например, если вы обожглись, обожглись, сразу берете из этой бутылочки водичку на ватку или на какую-то там, на что-то такое, и прикладываете, понимаете, мочите, мочите салфеточку или, в общем, что-то в этой водичкой, и прикладываете к месту, которое вы, например, обожгли, ошпарили или еще что-то. Вот, он вот так советовал. И ожога не будет, и все будет нормально. Конечно, с этим такой спорный вопрос, и, в общем, вот это, но это правда работало. Это удивительно. Витал, хочу сказать, что, ну вот да, он советовал лицо умывать, вот мочить, это специально для кожи, что лицо, морщины, меньше морщин будет, и вообще, то есть там много всего такое. И говорил, что вот эта энергия створения приходит с ним в зал, а эти люди, эти пожилые бабушки, которые говорили, что им за 70, они уже глубокие пенсионерки, у них там многих зубов нет, и растут новые зубы. Эти люди, которые в середине этого 10 сеансов, в середине там 5-6 сеанс, огромная очередь была к микрофону, чтобы сказать о своем, как он говорил, нигде не говорите о своих, никому не говорите о своих результатах, но на сеансе можно сказать среди пациентов. Так что вот такие вот дела. И там люди стояли в очереди, чтобы сказать, и многие говорили, неизлечимые заболевания, там феерия неизлечимых заболеваний, одно, другое уходило, у людей зубы, вот эти пенсионерки говорят, что у них новые зубы растут. Это просто, как говорится, годы, я же годы ходила, понимаете, на эти сеансы Сергея Сергеевича Коновалова. Конечно, можно что-то такое отнести, знаете, вот это вот, как там, плацебо, что там-то что-то показалось, само прошло, в общем, ну, с морщинами, может быть, как-то это, но чтобы выросли новые зубы по эффекту плацебо, я не знаю, ну, в общем, я лично слышала. Так что будем, будем с вами изучать, это очень интересно. Или это какой-то комплекс, понимаете, комплекс того, что так вообще помогло. Так мы с вами, вот вчера, вчера, сколько там, трехчасовое видео, я выписала из этих книг. Кстати, это нужно, смотрите, это из этой книжечки, из книжечки «Формулы денег», «Санлайн», «Искусство жизни», столько времени потратила, я же вам уже показала. Вот, у меня выписано, это нужно повторять, повторять, так что вот. Сейчас мы, наверное, этим и займемся, веления. Так, давайте тогда сначала с этих начнем не с велений. Так, давайте посмотрим. Ну что, давайте теперь сначала. Любовь дарует мне успех. Я чудо вселенной, я достояние мира, я дар Боже. В моих глазах свет, в моем сознании изобилие, моя жизнь праздник, в сердце моем любовь. А может, начнем, как ты тогда, теперь красиво еще, теперь красиво сесть. Я привлекаю деньги, я утверждаю счастье, я умножаю любовь. Мое желание исполнено, силой оно наполнено, сила Богом дана. Благодарю тебя, изобилие, благодарю тебя, сила, благодарю тебя, удача. Я все могу, космическое изобилие проявляется потоком денег в моей жизни. Моя радость получать, моя радость отдавать. Бог с тобой, Бог со мной. Бог богатый, я богатый. Успех в настоящем, успех в грядущем, успех неба надо мной, успех ведет меня к успеху. Изобилие, сила Божия, изобилие, сила Космоса, изобилие, моя жизнь. Сон приносит мне познание, сон дарует процветание. Ты луч Божий, будь богатый. Я дышу воздухом изобилия, я купаюсь в водах богатства, я наполняюсь солнцем счастья. В моем сознании источник вдохновения. Изобилие, гармония, я богата, богатством Бога. Богатство, свобода, богатство, сила, богатство, время. Я богата, я богата, я богата. Жизнь, праздник света и любви. Я в океане бессмертия, я в пространстве блаженства, я в свете изобилия. Моя цель, изобилие, путь мой, успех, воля моя, воля Божия. Так. Я есмь присутствие благое света, столбом опечатай меня. Светом, что вызван именем Божиим из вознесенных владык огня. Пусть мой храм всегда хранит от разлада, что послан мне. Желание спалить и обратить, я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы взывать, и тогда я смогу этим пламенем стать. Я есмь присутствие благое света, столбом опечатай меня. Светом, что вызван именем Божиим из вознесенных владык огня. Пусть мой храм всегда хранит от разлада, что послан мне. Желание спалить и обратить, я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы взывать, и тогда я смогу этим пламенем стать. Я есмь присутствие благое света, столбом опечатай меня. Светом, что вызван именем Божиим из вознесенных владык огня. Пусть мой храм всегда хранит от разлада, что послан мне. Желание спалить и обратить, я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы взывать, и тогда я смогу этим пламенем стать. Я есмь свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме. Огонь фиолетовый ярко пылай, ум мой навеки освобождай. Божий податель насущного хлеба, ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии Твоем небесном стал мой разум, разумом света. Я есмь свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме. Огонь фиолетовый ярко пылай, ум мой навеки освобождай. Божий податель насущного хлеба, ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии Твоем небесном стал мой разум, разумом света. Я есмь свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме. Огонь фиолетовый ярко пылай, ум мой навеки освобождай. Божий, податель насущного хлеба, ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы тияние Твоем небесным стало разумом света. Я есть им без страха и сомнения, прогоню нужду лишения. Свыше сходит, ныне знаю, дар изобилия, помощь благая. Я есть им без страха и сомнения, прогоню нужду лишения. Свыше сходит, ныне знаю, дар изобилия, помощь благая. Я есть им без страха и сомнения, прогоню нужду лишения. Свыше сходит, ныне знаю, дар изобилия, помощь благая. Я есть им без страха и сомнения, прогоню нужду лишения. Я есть им, я есть им, я есть им воскрешение и жизнь моих финансов. Так появитесь в моих руках для использования сегодня. Я есть им, я есть им, я есть им воскрешение и жизнь моих финансов. Я есмь, я есмь, я есмь, как решение жить в моих финансах. Огонь фиолетовый в сердце пылай, любовью божественно ярко сияй. Ты милосердие истинное, вечно, да буду созвучен тебе бесконечно. Огонь фиолетовый в сердце пылай, любовью божественно ярко сияй. Ты милосердие истинное, вечно, да буду созвучен тебе бесконечно. Огонь фиолетовый в сердце пылай, любовью божественно ярко сияй, ты милосердие истинное вечно, да буду созвучен тебе бесконечно. Огонь фиолетовый в сердце пылай, любовью божественно ярко сияй, ты милосердие истинное вечно, да буду созвучен тебе бесконечно. Я есть в жизни, что Бог направил, правды свет во мне пылай, дай Господне совершенство, от разлада избавляй, в правоте благого плана, в полноте благого плана укрепи меня навеки, я есть в присутствии совершенства, Бог живущий в человеке. Так, хорошо, вот остановились на моей книге, зона комфорта, так, зона комфорта. Постарайтесь по возможности покупать вещи на порядок выше, чем обычно, пусть это будет одна вещь, зато более красивая, дорогая и удобная. И она станет магнитом, который будет привлекать в вашу жизнь подобные вещи, дорогие и комфортные. Поиграйте в миллионера, притворитесь хозяином, почувствуйте себя достойным всего прекрасного. Ощутите удовольствие и комфорт, почувствуйте радость уже сейчас, представьте, что вы уже обладаете этой желанной вещью, и тем самым вы приобретите исполнение своей мечты. Ну, я же вам уже и дописала, и отрывок из книги Натальи Борисовны Прагмин, как она чеки выписывала, представляя себя миллионером. Я, кстати, в магазин ходила, представляя себя потомственным миллионером, такой у меня ланч, знаете, ланч такой, как у миллионера. Я даже тебе купила, знаете, какие-то имитированные икры, там, сколько там, пять банок вчера. Пять банок, да? Чёрно-красные икры. Деньги очень чувствительны, и ваш разум воздействует на них. Вы сомневаетесь, что заслуживаете богатства и процветания, и мир видит ваши сомнения и страхи, поэтому деньги будут обходить вас стороной и смотреть в сторону людей, сознания и мысли которых готовы, открыты, настроены на них. Сначала в сознании, во внутреннем мире, а затем в реальности. Вот я читаю мою книжку, глава 14, так, это денежный магнит. Невидимый духовный мир является источником бесконечного изобилия. Когда вы подсоединяетесь к этому источнику бесконечного изобилия, вы тоже становитесь бесконечно богаты. Хансен и Аллен. Это цитата. Известный писатель и психолог Джон Кехо, о котором мы с вами уже говорили, будучи только на старте своей карьеры, специально ходил в дорогие пятизвездочные отели и впитывал энергию богатства и роскоши. Это о чём я вам уже рассказываю. У меня просто их книги читают. 141 страница. Однажды, проходя по коридору отеля, он заметил открытую дверь и, заглянув, увидел номер, который состоял из нескольких комнат. У него возникло огромное желание в один прекрасный день иметь возможность останавливаться именно в таких номерах, шикарных, просторных и удобных. Однако, всё, что он мог себе позволить, это снять этот номер на одни сутки, чтобы почувствовать атмосферу роскоши. Он сделал это. И что вы думаете? Всего через несколько лет он уже мог себе позволить останавливаться в самых дорогих отелях мира и жить в президентских апартаментах. Я в этой же голове пишу, как я впитывала этот проэрмитаж, проэрмитаж. Так, хорошо, давайте к карте сокровищ. К карте сокровищ моя тут, какая тут карта сокровищ. С чего всё начиналось, я бы сказала, с этого бриллиантового кольца, почти в два карата, которые подарил мне мой бывший муж, Кэрим Аксуэль Дански. Если бы не это кольцо, если бы мне эта картинка, которую я повесила сюда, вот в этой же комнате, я вырезала из дорогого журнала это бриллиантовое кольцо, если бы не, наверное, если бы он мне не подарил, второго мне подарил 2 августа 2003 года, такое кольцо, почти в два карата, такой бриллиант. Если бы не это кольцо, вот, я бы, наверное, не стала заниматься вообще вот так вот влюблённой, телеклигой, позитивным мышлением, вот, думала, что, наверное, нет. Как всё начиналось. Здесь, кстати, я вот пишу на 230-й странице известная писательница Элизабет Профит, кстати, вот эти веления были из книги Марка Элизабет Профит, которую я только что читала. А здесь я вот пишу, известная писательница Элизабет Профит, разбирая вещи своего мужа Марка Профита, нашла альбом, в котором он расположил свою карту сокровищ. Эта пожелтевшая от времени тетрадь включала вырезки из различных газет и журналов, начиная с 1940-х годов. Там она увидела картину дома, о которой мечтал Марк, а также изображение женщины, его мечты, которую он хотел видеть своей женой. И всё это стало для него реальностью. Как дом в определённом месте, так и идеальная женщина, удивительно похожая на Элизабет. Кстати, я бы хотела сказать, что как раз вот эта карта сокровищ, это вот, я так вот понимаю, Марк Профит. Я просто ранее, никого, так скажем, кто до него это делал, я как бы вот изучила огромное количество литературы, книг, видео. То есть получается, вот он или перво проходит, откуда он это взял, может быть, он откуда это вычитывал, не знаю, откуда он это взял. Вот Марк Профит. Так что вот, карта сокровищ. В принципе, никого не нашла датированным ранее его. Получается, может быть, он первопроходит или один из... Вот такие вот дела. И они как раз, знаете, вот учат, знаете, вот эти принесённые владыки, вообще Сен-Жермен, и вообще на самом деле у них там, вот книжки, книжки. Хотя казалось, знаете, как-то веление, ну, в общем, вот так. Это вот, знаете, такой факт, факт, о котором пишет Лизабет Профит в книжке. Так, что ещё можно посоветовать сделать интересного, увлекательного и полезного? Меня восхищает пример известного голливудского актёра Джима Керри, пишуя на 231-й странице моей книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Вот, о котором мы уже говорили в голове о позитивных настроях и аффирмациях. Так вот, Джим ещё в начале своей карьеры, будучи никому неизвестным, мечтая стать знаменитым и очень богатым, делал следующее. Он выписывал чеки на миллионы долларов и раздавал их своим знакомым, а также выписывал чек на 10 миллионов на своё имя. И, кстати, как раз первым большим чеком на его имя за съёмки в фильме был чек в 10 миллионов. Каково? Ну, что сказать. Такой чек я сама тоже выписывала из моей чековой книжки, на своё имя выписывала. У меня же была чековая книжка к моему счёту «Bank of America». Ещё я выписывала этот чек в 2004-2005 году. Прошло уже больше 15 лет. Я, как раз, тоже выписывала на 10 миллионов долларов чек. Я себе выписывала на 10 миллионов долларов. Очень интересно, здесь написано, что он раздавал такие чеки как бы своим знакомым. Как эти знакомые относились к этому? Что это просто какие-то чеки, это тоже нужно как-то с юмором это преподносить или как? В общем, даже не знаю, такой вот факт, что он кому-то там раздавал эти чеки, это как-то было, как-то не знаю, вот все немножко по-разному как-то могут отнестись к этому. Ну что, Наполеон Хилл. Книгу Наполеона Хилла будем тоже изучать. Что Наполеон Хилл? Знаете, пишет у меня вот цитаты из его книги здесь. То есть, когда к вам приходят большие деньги, это происходит так внезапно, их приходит так много, что вы начинаете удивляться, где же они прятались все эти годы, сказал знаменитый Наполеон Хилл. Со мной именно так и случилось. До сих пор помню тот день, когда я осознал, что действительно добился финансового успеха. Вот, будем читать его книжки, у него огромное количество книжек, будем изучать. Видите, пишет. Грандиозного успеха добился, и деньги пришли внезапно и в огромном количестве. Я от всего сердца желаю вам испытать такое же состояние, чтобы к вам пришло столько денег и такое количество всяческих благ, которые бы превзошли все ваши ожидания и самые смелые мечты. Желаю, чтобы все ваши светлые планы и желания исполнились, чтобы ваша жизнь была наполнена финансовым успехом. И счастьем, и любовью, и изобилием, чтобы вы с гордостью могли сказать, да, я действительно процветающий человек в полном смысле этого слова, и я делюсь своим процветанием другими. Вы заслуживаете процветания, счастья и наслаждения всеми радостями, которые может предложить этот мир. Не так ли? В каком бы положении вы сейчас ни находились, я знаю, что вы можете. Можете все, просто нужно выпустить на свободу скрытые у вас безграничные ресурсы. А как вы уже знаете, уровень и качество вашей жизни определяет только ваш сознательный выбор. Ох, пишу я на 242-й странице моей книги. В общем, какой... Смотрите, я так долго эту книгу писала, несколько лет. Какой любовью, душой подбираем, там, как это, слово-слово, строчки-строчки, что-то вписывала, выписывала. Какой, как бы, какой великий труд, в общем, на самом деле. Сколько я души и сердца вообще вложила в эту книгу. Думала, что она будет равнялась на Боди Шейфера и думала, что моя книжка будет мировым бестсельдом. Лучше, чем у Боди Шейфера. Так что вот. И всегда помните слова Джоффа Мерфи. Когда весь мир говорит вам, что это невозможно, этого никто не может сделать, то человек с дисциплинированным сознанием отвечает, это уже сделано. Вот такие вот дела. Читала, изучала, выискивала шемчужины в книгах, там, в видеозаписях, аудиозаписях. Писала мою книгу просто. Уверенность и защищенность – это внутреннее состояние, которое можно приобрести, взрастить в себе, а затем просто поддерживать. Процветание и богатство – это состояние ума. Все начинается с вашего сознания и подсознания. Пишу я на 78-й странице моей книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Вы смотрите мою программу, моей творческой студии «Позитивное мышление. Сила позитивной мысли». Елена Салмановна, Макту, Саинский. Да, процветающий человек – это человек, который богат и имеет деньги. Да, но не только. Это человек, который живет в гармонии с собой и с окружающим миром. Он здоров, счастлив, успешен и имеет время наслаждаться своим процветанием. Пишу я на 10-й, 11-й странице моей книги. По вере вашей дано будет вам, а вера – это мысли в нашем разуме. Вера – это осознание того, что есть могущественная сила, которая создала этот мир, а также каждого человека. Она знает и может все, и способна всегда помогать нам. И все, что нам необходимо сделать, это обратиться к ней за помощью. Действуя через наши мысли, слова и воображение, она будет помогать нам творить нашу судьбу. Кстати, это я, как говорится, вычитала в одной из книг Джозефа Мерфи. Имейте это в виду. Игорь – это в виду. Игорь. Игорь – это в виду. Игорь – это видно. Игорь – что следует? Продолжение следует... Про Мессинга. В основном иностранные книги я читала. Обратите внимание, здесь у меня ничего в моей книге не написано про фэн-шуй. Ничего не написано про фэн-шуй. Так что тот, кто... Ну, как бы, да, я занималась фэн-шуй, но в моей книге ничего про фэн-шуй нет. Просто меня удивило. Еще в Америке, когда я там все по фэн-шуй мерила, эти комплексные направления, потом, когда я приходила в рестораны, как бы, сама я удивилась. Я когда в Хэспере приходили в рестораны, ходила туда в компас, у меня такой черный компас был, знаете, такой открываешь, черный компас, я мерила направление. И садилась за столик в своем благоприятном направлении. Даже в ресторане, представляете? Настолько я увлекалась фэн-шуй. А потом, когда я обратила внимание, что уже эти компасные направления благоприятные стали ходить уже со мной, вот, я была просто очень удивлена, и как-то я, вот это, потом мы уже с Перри мерили, что если я, например, хотела, вот, вот, мое благоприятное направление было таким, да, я садилась за столик, вот таким оно и было. Перри там отходил 2 метра от этого столика, мерил в том же направлении компасом, а там было совершенно другое направление, вы поняли, да? То есть, когда я садилась за столик, вот, может быть, это сила сознания, не знаю, вот сознательный разум, в 2 метрах от меня оно было совершенно другим. Но когда я садилась, я садилась уже в своем благоприятном направлении, это можно было даже померить рядом со мной. Отойдя 2 метра, направление было совершенно другое. Ну, грубо говоря. Ну, уже возьмем, не будем там уже, понимаете, не то, что там юг с севером менялся, но возьмем немножко утрированное, знаете, если, например, надо было там, в общем, какое-то там восточное направление, да, восточное, вот. Скажем, если оно было у меня благоприятное восточное, вот, и я садилась, оно было восточное. 2 метра можно было отойти, померить, оно было заправленное. В то же самом направлении, то есть, ну, не совсем, я просто кожу такую немножко уже утрирована, потому что там, как бы, в общем, ну, вы поняли, да? Это было очень удивительно. А если учить, что есть не только комплексная школа фэншу, есть разные, вот, и школа фэншу. Позитивное мышление, учимся видеть во всем хорошее, там, где я, всегда все удачно. Учимся видеть во всем и находить хорошее, концентрироваться только на положительных моментах. Искать и находить их, ведь один человек видит только грязь под ногами, проблемы и трудности, а другой, чистое, прекрасное небо, солнце, звезды. И умеет разглядеть через, казалось бы, трудности, препятствия, ростки будущих успехов. Думайте о прекрасном, концентрируйтесь на положительных моментах, говорите о хорошем, смотрите на красивое, совершайте добрые дела и ваша жизнь преобразится. Пишу я на 175 и 176 страниц. Прежде чем что-то сделать, всегда спрашивайте себя, доставит ли вам это удовольствие, пронесет ли радость. не позволяйте себя эксплуатировать, научились говорить «нет». Дальше я привожу примеры моих полетов на самолетах. вот про Упру Винфи, это интересно, я пишу тоже, я из книги взяла, из какой книги я взяла. «55 лидеров бизнес-империи». Глава 22. «Не бойся, ибо я всегда с тобой страхи, сомнения, волнения». Запомните, когда вы запираете двери и гасите в комнате свет, вы не должны говорить, что остались в одиночестве, потому что вы не один. «Вас прибывает Бог, а также ваш гений, Джозеф Мерси». Просто жемчужина, жемчужина, знаете, мудрости. В один из трудных моментов в своей жизни, когда меня одолевали страхи и сомнения, положила себе на стул записку со словами «Не бойся, ибо я всегда с тобой». И вы знаете, когда я читала ее, мне с каждым днем становилось спокойнее, появились силы, в ситуации наступил просвет, и вскоре все разрешилось. В одной из своих книг Норман Винсент Пилл пишет, как женщина застряла в лифте и позвонила диспетчеру, а тот ей говорит, «Мадам, не бойтесь, мы скоро починим лифт, я не боюсь, я не одна», ответила она, а когда дама вышла из лифта и в нем больше никого не оказалось, на вопрос «Как же так? Вы сказали, что не одна». Она спокойно ответила, «Со мной был Бог». Замечательно, правда? Волнуются все, но в выигрыше остаются те, кто умеет справляться со страхами и сомнениями. Кстати, то, чего мы лишаем своего внимания, блекнет и исчезает, мы уже говорили об этом. Это касается и страха. Если вы выбрали путь к богатству, я считаю, не все, я выборочно читаю мою книгу, если вы выбрали путь к богатству и просветанию, вы просто необходимо взять контроль над своими эмоциями. Дело в том, что если вы постоянно чего-то боитесь и опасаетесь, то это непременно исполнится, потому что с нами случается именно то, во что мы верим и о чем думаем. Поэтому скажите себе, что вы обладаете силой избавиться от этой привычки. Вы можете сделать это. Подоблюдайте за своей речью, исключите из нее слова, вызывающие волнение, страхи и беспокойство. Все негативные мысли сразу же заменяйте на позитивные. Я всегда в полной безопасности, я наполнена спокойствием и уверенностью. Я нахожусь под защитой божественных сил. Если бог и высшие силы со мной, кто может быть против меня? Высшие силы охраняют и защищают меня и моих близких сейчас и всегда и подсказывают все, что мне необходимо знать. «Благодарю, да будет так». Я всегда все успеваю сделать вовремя. У меня столько времени, сколько мне необходимо. страница 192-я моей книги. Вы думаете, что великие люди и мудрецы не испытывают никаких сомнений, волнений и страхов? Не надо заблуждаться. Просто они знают приемы и методы, которые помогают им избежать этого и успокоить свое сознание. Вместо того, чтобы пребывать в беспокойном состоянии или волнении, эти люди дисциплинируют свою мысль и восстанавливают свое внутреннее спокойствие. Вы являетесь полным хозяином своих чувств. Помните об этом. Вы хозяин и никто другой. Когда вы осознаете это и контролируете свои чувства, вы полны энергии и сил. Вам подвластны любые дела. Вам подвластно все. Энергия течет через вас свободно. Вы бодры, полны сил и здоровья. А это именно то состояние, которое необходимо для реализации намеченных планов. Пишу я в моей книге на странице 195. Наполните свои мысли покоем, гармонией, верой и ожиданием наилучших перемен. Доверяйте процессу жизни. Верьте в то, что все хорошее, что должно произойти, обязательно произойдет. И очень скоро вы увидите и почувствуете чудеса, которые будут происходить в вашей жизни. Это просто удивительно. Как переключая свой разум с негативных мыслей на позитивную, вы избавляетесь от тревог. Пока вы стремитесь избавиться от страхов, они цепко держатся и гонятся за вами. Когда вы отпускаете в негативную ситуацию, она утрачивает свое значение. Жизнь здесь и сейчас. Жемчужное ожерелье и счастливое плановение жизни. 23 глава моей книги. Единственное, что может со мной сегодня случиться, это еще один прекрасно прожитый день. Бодо-шефер. Радость, счастье и любовь всегда с нами. Твоим добро излучаем радость, концентрируемся на красоте, дарим счастье и делимся любовью. Значит, у меня, наверное, будет тибрейк. Уже знаете, сколько времени, сколько я уже видео здесь заснимаю. Ух, у меня уже идет час. Час и 50 минут. Вы смотрите мою очередную программу, моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфудин. Вот такие вот дела. Такая супер-красотка. Моя книга. Тайная психология денег, секреты богатства и процветания. Кстати, на обложке, с этих сторон на обложке. Это мои фото. О, какие фото. Ну что, красиво. Или надо как-то мне, если я захожу, захочу себя как-то в общем показать в каком-то, в очень-очень красивом ракурсе, понимаете? Только в красивом ракурсе себя нужно как-то вот это вот все это показывать. В супер-красивом ракурсе, потому что, в принципе, хотела себя как-то очень сильно близко. Ну, сильно близко, в общем, или сделаем такой супер, чтобы все было супер-красиво. Надо все-таки очень красиво, да, и как-то вместо селянного, в общем, как-то вот этот, а чай, как-то ти-брейк. В общем, ти-брейк, в общем, мне нужно ужин готовить. Дорогие друзья, у меня вообще, знаете, такое-то ужин, гран-рестеранто, буду готовить. Я все-таки еще подоснимать, в принципе, еще не так, еще светло, сейчас белые ночи, особенно, знаете, Санкт-Петербург славится своими белыми ночами, эти белые ночи начинают, знаете, сейчас уже в июне начинаются у нас белые ночи в Санкт-Петербурге. Так что вот, welcome, welcome to Sanctisburg, белые ночи, эти мосты, неба. Вот. В Санкт-Петербурге вообще очень шикарно. Летом погода шикарная, мосты, белые ночи. Так что вот. Ну, судя по всему, сейчас вот этот вот, здесь-то на ракушь так. Ну что, пусть все красиво будет, да? Пусть здесь-то стоит, здесь-то более красиво. Сейчас чаю, улучшаю, чтобы подогреться, чтобы я сколько там. Где меня, я вернусь. Здесь-то уже не заскать. Деревая почечка. Продолжение следует... 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 там чтобы этот бэкроунд красивый смотрю красиво по краю красивый здесь уже до что убрать для убрать тягучики магазин ходила вчера на компьютер на подоконник поставлю на подоконник получится съемочка у нас точка здесь достаточно забрюко получается достаточно забрюко в общем как то более более видно в общем что так и Тарелочку сколоснуть надо. Оно не совсем видно, но в общем, как у вас цветом и цветочком. Сейчас я здесь сделаю вот так, более будет. Сейчас помните, поломы вилочку ложечек. Сейчас я поможу быстренько. Продолжение следует... 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 Чай купила в магазинчике Семишагов, корона Российской Империи. Нажбание какое. Ох, это ладно. Корона Российской Империи. Просто шикарно. Кипяточек. Чай заваривается. Кипяточек. 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 Вот так вот. В общем, киви, бананчик, в общем, ти-брейк в рамках моей творческой студии, такой эксклюзивный ти-брейк в рамках моей творческой студии позитивного мышления, я не сила позитивной мысли, икра красная, сметанка, красная икра, сметанка, достала я из холодильника, потому что вам там не особо видно, да, что вообще. Так, вот сюда. Да, здесь можно будет посмотреть на ту экру, которую я купила. И еще яйцо. Сейчас еще почищу у меня вареное яйцо. Яйцо, еще вареное яйцо, так я почищу. Яйцо, так я почищу. КОНЕЦ Куриное лицо, вареное, немножко майонезика, сольки, сейчас я немножко пустаю. Куриное лицо. Я даже не знаю, что вам сказать, мужчина. Надо мне как-то себя мотивировать, булочка, булочка. В общем, если вы посмотрите мое и вчерашнее видео, и сегодняшнее, в общем, чтобы не повторять вот это вот все такое, как бы, как вам сказать-то, мягко так сказать. Чтобы говорить, в принципе, только о хорошем. Только о хорошем, потому что уже сказано, сколько раз можно это повторять, правда? Сколько раз можно это повторять? Не знаю, стоит ли даже такое сказать или нет. В общем, сметанку, кладу сметанку. Да, как-то, знаете, взять еще какие-то обязанности. В общем, как говорится, послушали, потому что уже сказано, уже неоднократно сказано, и такие вот дела. Это к мужчинам. Я к мужчинам это обращаюсь. Знаете, хочу просто сказать, что если я еще раз скажу, у мужчин будет такое право потом мне сказать, знаете, вы сказали, что вы это больше говорить не будете. Это я про этот, про вас, все вот это про Светос. Это, знаете, я к вам, к мужчинам, из этого отеля. Уже с этим, с Париж-Париж, да, вот этот вот. Вот этот вот, Париж-Париж. Я когда в следующий раз захочу вот это сказать, я всегда буду думать, что на кону стоит половина вот этого отеля, Париж-Париж. Хочется ли мне терять половину вот этих вот, я не знаю, миллиарды, так что вот, я буду об этом думать, мужчина. Самое главное, чтобы вам хорошо спалось. Потому что, как говорил, как говорил это Игорь, можно такое сказать, или нет? Или я опять буду как-то вот это вот мое видео... Как говорила Игорь, я его там пристенила. Ну да, ах, такая, такая пристенила. Ах, спасибо, что это правда. В общем, в следующий раз, когда я захочу это сказать по поводу вот этого, я всегда буду думать, мужчины, о половине вот этого отеля, этот, Париж-Париж, и буду думать, вот хочу я потерять мою половину отеля в этом Париж-Париж, или не хочу я потерять вот эти половину отеля в Париж-Париж. Это чтобы себя мотивировать, это просто, как-то у нас мужчины с вами так это по-крупному, да, по-крупному. Ау, Светлана Ермакурлая, она просто купюра, просто купюра. И вот, мужчина, купюра. Хотя я даже не знаю, можно меня домотивировать с половиной отеля до отеля. Мужчина, вы не хотите меня так это, домотивировать, чуток? В общем, это я сделала сейчас лампочку, я откручу лампочку, это эксклюзив. Сейчас, за меня я вернусь, судьбу прямо. Лампочку, сейчас я откручу, откручу лампочку. Ух, смотрите, да будет свет. Так, немножко такое, как-то такое, такой дизайн-дизайн. Дизайн-дизайн. Ну-ка, такая супер-красотка. Еще нужно халву, в общем, здесь что? Еще халву. В общем, приготовила себе такой. Ти, ти-брейк, ти-брейк, бутерброды с красной икрой, куриное яйцо, киви, бананчик, чай, корона Российской империи. Сейчас принесу зарядочку. Поставлю на зарядочку. А, еще просто заход майонезик. Майонезик. Сейчас я посмотрю, как я здесь получаю. Сверху светом, сюда положу, маринезик, сметанка. Сверху светом, так и прикрою. Сейчас я выключу, выключу верхний цвет, потому что оно будет без этого цвета. Сверху светом, так и прикрою. Сверху светом, так и прикрою. Это без верхнего цвета, просто с нижним цветом. Ну что, майонезик. Немножко надо еще этим маслицем. Что у нас замечательного, удивительного? Не знаю, про правосвел, что ли, рассказать. Думаю, что там вот было такое, что мне понравилось. Знаете, я бы сказала так. Когда ощущаем себя через, знаете, это ощущение через призму своей красоты, через себя. Понимаете, как же, я как-то по-другому хотела сказать. Ощущение себя через призму красоты. Наслаждаясь собой, наслаждаясь миром. Вот что было удивительного и шикарного в Лас-Вегасе. Потому что я там много спала. В общем, я им говорила, что там завтрак, потом еще такой-то отдых. Потом я часа два-два с половиной себя приводила в порядок. Волосы, макияж, одежда. И выходила такая, знаете, вот с макияжем, с прической. Такая приавертая. В общем, сама себе она завидовала. И наслаждаясь собой, видя, насколько я, в принципе, красивая. Я видела, я с этим макияжем смотрела на себя в зеркало и думала, боже мой, я сама себе завидую. И выходила вот с таким вот этим настроем туда, на этот променад. И наслаждалась вот этими огнями, этими отелями. В общем, наслаждаясь собой. Это точно, это сто процентов. У меня не было такого никогда в жизни. Я очень много путешествовала, но в основном это было какие-то, знаете, вот эти вот, как называется, поездки, по горячей сделать. Такие поездки, как бы, на, в общем, как-то на курорты. Видишь, как-то очень сильно, как-то я вот особо не красилась, это же так. Ну, в общем, это немножко по-другому было. А здесь и на каблуке, и такая в обтяжку. То есть я была настолько, понимаете, вот всегда, вот там, вот вечером, и там, ну там, поздно, да, поздно, поздно. Поздно я возвращалась в отель, и такая вся на макияже, на красоте. Вот что было там. Наверное, такого, что мне понравилось. Возможно, как раз это и есть то самое. Флиртовать, флиртовать с миром, наслаждаясь, наслаждаясь собой, наслаждаясь собой, флиртовать с миром. А почему я так была там накрашена, всегда одета в красивом? Потому что я была уже в разводе с Парри Максвелом Данске и искала себе нового мужа. Я хотела снова выйти замуж. У меня даже был там претендент на ночной дискотеке. Который, узнав, что у меня есть постоянная грин-карта, решил на меня жениться. Ну, почти. Ну, как вы понимаете, это, конечно, не вариант. Был не вариант. Поэтому, как показывают в этих шикарных фильмах, которые я смотрю, там эти девушки с утра, они прямо на макияже, на прическе, на такой-то красивой одежде выходят куда-то там в офис, или куда-то там едут на машинах, на работу. Все такие шикарные, одетые при макияже. Вечером возвращаются домой, а с утра снова там на работу, при макияже, такие все энергичные. И вот так. На самом деле, я когда-то снимала мои видео в Америке, я была на таком макияже, такой тон тональный. И, знаете, у меня такая своя система, сначала, знаете, автозагаром, потом кремом, потом тональным кремом, потом пудра, потом эти румяна, в общем, чтобы выглядеть, ну, просто на тысячу процентов. Так я заснимала мои американские видео в 2007-2008 годах, в годах, восьмом, да, в седьмом, восьмом годах, в Америке, на Фикси Циткин Мурроу. И вот этот вот макияж, там яркие губы, это яркие глаза, это прическа, это локоны. И несколько раз я в таком ярком макияже выезжала там на машине, ну, не такой супер-супер уже, на этом, на зеленом додже, куда-нибудь на заправку или в магазин. Вот, и я видела реакцию вот этого, мы помним, мужчины, который там на этой заправке. Люди просто так вот смотрели, потому что, правда, я производила, я, знаете, сама себе завидовала. Знаете, как-то пошутить, знаете, как-то. И видеокамера, наверное, тоже завидовала мне. В общем, как-то вот так. Потому что я вот так не красилась, не ярко, когда мы там с Перри были, в общем, как-то. Ну, в общем, в принципе. Ну, хотя, было пару раз на Новый год, Крышна с Новый год, а Стану Новый год. Может быть, это было не очень супер так ярко, потому что здесь я уже красилась, знаете, как эти, ну, как балерины. Ну, не очень, конечно, так, балерины уж очень красные, но балерины, знаете, как-то, чтобы там вообще издалека было видно. Ну, не очень, конечно, так. Вообще, я, конечно, в Лас-Вегасе ехала туда с Надеждой, может, я выиграю деньги. Была у меня такая сумма, я повесила в Лас-Вегасе, подумала, может, деньги выиграю. Столько покупала там лотерейных билетов в Америке, но не выиграла. Можно было такие огромные-огромные суммы, можно было какие-то, не знаю, там, 100 миллионов, что ли, выиграть. Я не знаю, там, какие-то суммы такие разыгрывали. Парабол. Там, если эту сумму никто не выигрывал, она приходила на следующий, на следующий тур. И сумма потом увеличивалась. Помню, там самый большой был, не знаю, 200 миллионов, там было, можно было 200 миллионов. Это что, долларов, что ли? Такая сумма могла мне выиграть. Я помню, я помню такое, ведь я смотрела, кто выигрывает вообще-то. Я однажды видела на каком-то заводе, люди скинулись, купили билеты, много билетов этих лотерейных. И, представляете, рабочие на каком-то там предприятии выиграли такую огромную сумму. То есть обычные люди, которые там на каком-то предприятии в Америке работали, выиграли такие огромные деньги. Так что вот, что-то горяченького подольем. Так что, это очень важно. Верно. Где-то вот здесь вот, я понимаю, сейчас мы... А, вот здесь сюда, что ли, положить? Куда? Здесь это беда, беда. А, ну да, знаете вот эти вот банки. Банки с черной экрой. Кстати, обратите внимание, такой иностранный фильм я загрузила на мою страницу ВКонтакте, книжный клуб, такие актрисы известные, там, американские. Я вам загрузила, сама еще этот фильм не посмотрела. Буду смотреть этот фильм, загружать это видео на мои каналы Ютуба и смотреть тот фильм, как он там, книжный клуб, как он там называется. . АВТОМОННОСТНАЯ МУЗЫКА . Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 не из каких-то книг специальных, а из художественной литературы. Прочитав художественную литературу, она почерпнула очень много материала для своих лекций. В общем, так это очень удивительно, очень меня удивило. Продолжение следует... Я же не поняла, то есть мы теперь, я теперь буду как-то о позитиве говорить, какие-то негативные моменты, это как-то будем запускать, в общем, там. Обратите внимание, как Наталья Правда, Наталья Правда на позитиве, позитиве говорит, только позитиве в основном. Не, ну, конечно, нам что-то там такое вот приводит, может, какие-то там... Так. 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 может быть надо было конечно все посмотреть книжку по интернету здесь можно по интернету я прочитаю вам интернет отрывки из книги наталья борисовна правдиной богатство моих руках ты была как я вам сказала же моя такая не настольная а даже как-то назвать как раз когда я куда-то шла она была у меня в сумочке то книжка я с тобой читал такси читал книжка рассматривала там знаете были аффирмации картинки какие-то там драгоценности коронородистка империи в общем вместе с аффирмациями с фотографиями вам наталья правдиной такая яркая яркая книжка я начала уже книжку перечитывать по интернету я там смотрела в яндексе почитать книгу онлайн а ну и я с вами как говорится вот какую тему обсуждаем что мне так вот помогло феерически изменить жизнь но на семинаре попала фунтам где тыща вообще мне очень я вам уже рассказывал мне очень понравилось я когда посетила курсы натальи правдина она мне очень понравилась это был такой комплекс понимаете если бы она не выглядела так как я сказала я бы я сказал чтоб она ну она очень красиво она была настолько знаете вот одета и одета красиво и выглядела она красиво эффектно эффектно все можно сказать такой дорогой телефон и сумочка и одежда и аксессуары кошелек и такая маникюр и нарощенные ногти какими-то там этими штучками понимаете такие ногти вот такой специальный маникюр вот эти вряд ли бы я так впечатлилась если бы она была выглядела по-другому там знаете много не буду как например приводить знаете там не на хорошо будет сказано или нет там же в счастливом клубе была еще алиса алиса который можно посмотреть на видео наталья борисовна правдиной вот которая там была так скажем вот так было сказано что она предложила наталья правдиной организовать такой счастливый клуб очень такая очень любезная приветливая дама вот и кстати там была ученица наталья правдиной ученица очень вот такая улыбчивая и наталья правдиной про нее очень хорошо говорила как же ее звали она работала парикмахером вот не буду вам говорит как ее звали ну что если бы например курс привела вот это люся могла бы я вот так вот очароваться то знаете я просто не видела не чтобы там знаете в общем честно говоря я очаровалась его как она выглядела в принципе ну в принципе да и конечно таки автор книг но там все а ты к одному совпал и его то образ внешность и конечно машина и вообще конечно то ли это водитель был то ли помощник молодой мужчина такой нам как бы моложе нее такой симпатичный мужчина поможет водитель машина геленваген и помощника в общем как ты автор книг то есть это как-то так вот совпало вы понимаете да таким образом это совпало просто я была на курсах ну не знаю в обиду не в обиду будет ему сказано есть такой анатолий донской я посетила его в каком-то году в 2000 может и не знаю до 14 13 годах его курсы он тоже написал книжку и преподавал в общем что-то там тоже связано с позитивным мышлением вот в общем я прослушиваю его лекцию так обводная была лекция на его курс то я не пошла просто меня вряд ли можно было впечатлить тема говоря ну джон кеха что сказать джон кеха был прав он стеснялся говорить вот такие свои семинары когда жил в трехзвездочном отеле честно говоря впечатлиться когда преподаватель вместе с вами идет на метро вот он там вот это рассказал и также идет на метро это не то может быть у меня знаете такая планка так что вот а как показано о энтони роббинса понимаете он на вертолете понимаете на вертолете к этому стадиону это музалу там где он встречает вот это вот это эффектно люди думают вот это да вот это на вертолете или на лимузине как он пишет живет в замке принимаете это на лимузине и на вертолете огромное количество людей понимаете это уже впечатление впечатления, и, в общем, и коучинг, и все это стоит дорого, и президентов консультируют, и это высший пилотаж. А если бы он с мамой вместе шел бы на метро, это не то. Может быть, конечно, разный уровень, то есть, знаете, уровни тоже бывают разные. Но хочется, знаете, как-то вот так вот впечатлиться, чтобы, в общем, замотивироваться, и был такой вот прорыв какой-то вот этот вот. Получается, Джон Кеха был прав, чтобы вот это вот такое, как говорится, что подсознание может все, это вот этот курс Джона Кеха «Подсознание может все». Преподавать нужно же жить в 5 звезд статы в президентском номере, выглядеть шикарно, вот. В общем, соответствую. Вот такие вот дела. В общем, Надя, подведем, знаете, такой, как это нужно так это красиво-красиво сказать, красиво сказать. Сейчас я потом по-моему, она включу вверх. Это моя студия, творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Макту Сайфудин. Так что вот, я так понимаю, чтобы учить. Если хочешь учить других о деньгах, нужно соответствовать и самому быть богатым. Богатым, успешным. Вот такие вот дела. Я вот так вот делаю, как бы, вот такой вывод. Так что это моя программа. С вами была Татьяна Салмановна Макту Сайфудин.